Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – 20-летняя годовщина августовского дефолта 1998 года. Напомню, что 17 августа 1998 года правительство Сергея Кириенко объявило дефолт и заявило о неспособности обслуживать внешние государственные займы. Вслед за чем последовало обвальное падение курса рубля, всплеск цен, раскрутка маховика инфляции, обнищание населения. И лишь благодаря скоординированным действиям правительства Маслюкова, Примакова и Гераченко удалось ввести страну из глубочайшего затяжного социально-экономического кризиса. С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, какие исторические параллели можно провести между сегодняшней Россией, с ее социально-экономической и политической формацией и тем, что было в 90-е годы. Сегодня в нашей студии. Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор Института проблем энергетики, доктор технических наук. Зиновьева Ольга Мироновна, президент Международного общества «Россия-Германия», руководитель биографического института Александра Зиновьева. Бунич Андрей Павлович, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. И Багдасарян Вардан Эрнестович, заместитель генерального директора Центра научно-политической мысли и идеологии, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте, дорогие гости. Рад вас видеть сегодня в нашей студии. Булат Искандерович, уж такой юбилей, такая дата, что поздравлять, наверное, смысла нет, но тем не менее, это такая черная дата, черный такой юбилей. Вкратце, что это было? Неудачность течения обстоятельств, может быть, происки каких-то мировых зарубежных недругов вследствие ошибок правительства, либо же результат целенаправленного курса, который проводили российские власти, олигархат, после распада Советского Союза? Ну, в первую очередь, неправильная финансово-экономическая политика. Очень низкий цена доллара. 6, 5-6 рублей, а после освобождения 24. ГКО, государство-казначейские обязательства. Помню, мой тогда директор по финансам, концерн Росэнергоатома Николай Иванович Адарчиков в 1996 году мне сказал, это кончится плохо, в 1996 году, когда все эти пирамиды устраивали, а-ля Мавроди, только на государственном уровне. Это совершенно не было, и получилось, что уже весной 1998 года считалось, что уже там расчет, что денег уже не будет, и все, придется вылезать в дефолт. Но все то, что советовал тогда Международный валютный фонд, повторилось точно, как картина с Аргентиной. В Аргентине то же самое. Та же самые дефолты были. Но, к сожалению, у нас не понесли никто ответственности. Никто. Вот все люди, которым это отвечали на своих должностях, постах, потому что, ну что, произвел обещание народу. Но ведь надо понимать, что как только произошел дефолт, скакнула смертность. С 13,5 на тысячу человек от всех причин до 16,5. То есть скакнуло с 98, то есть 3 единицы на тысячу человек. Значит, это получается около 400 тысяч человек дополнительных смертей. 450. Это колоссальный удар и по людям, и по их жизням, состояниям. И стресс, конечно, удар. И из этого стресса выходили очень долго. Спасибо большое. Андрей Павлович, давайте, краски, что вы можете добавить? Все-таки причины были, скажем так, неправильные, непродуманные, неразумные. Социально-экономическая политика, либо просто уже настолько разворвали советское наследие, настолько распилилили все госимущества и прогнулись под запад, и кормили олигархов. Что произошло? Вот тут все, это была точка, это уже был крах системы. Во-первых, это актуально сейчас, потому что наше правительство уже норовит опять объявлять дефолт, потому что пенсионный дефолт уже фактически объявлен. Это не что иное, как дефолт. Просто частичный. Не по всем обязательствам, а по пенсионам. Поэтому обсуждаем мы не просто абстрактную тему, а вполне себе реальную. Касающуюся каждого из нас. Конечно, это была чистая воды афера с самого начала. Как только пирамида начала строиться, это была искусственная, так называемая, финансовая стабилизация, которая где-то несколько лет организовывалась, где говорилось, что все, все проблемы решены. Ведь это же была последняя в череде афера. Сначала там была шоковая терапия, приватизация, авизы фальшивые. Там много чего было. Развал рублевой зоны, там всего хватало. Потом пирамиды частные, которые изъяли деньги. И наконец, уже как завершение, это с 1994-1995 года началось. Что было ясно, что, конечно, рухнет, но не было ясно, когда. Поскольку там же разыграли как раз комбинацию. Чубайс поехал, договорился с Международным валютным фондом. Все понимали, что скоро рухнет. Но думали, что чуть позже. И они поэтому всех переиграли. То есть, соответственно, обвалили чуть раньше. И те, кому надо, вытащили деньги. И причина все-таки. Обратите внимание, что есть виновные. Вот Булат Искандарев сказал, что там не виновные. Там, это один из немногих случаев в нашей истории постсоветской. Где проведено расследование. И указаны все виновные. Счетная палата. Прокуратура, которая тогда была, это не как сейчас, а полноценная прокуратура. Провела расследование. Там все указано. Куда поступали деньги из Международного валютного фонда на фактически личные счета. Олигархов, которые отдавали бумажки, а получали валюту, которая предназначена государству. Все это указано. И расследование, это прокурор Скуратов, он до сих пор жив, я так понимаю. То есть, он может сейчас выступить и предъявить. И это лежит все. То есть, нет нужды проводить заново расследование. Все люди указаны. Если коротко, это олигархи догрызли страну в 90-е годы и все закончилось дефолтом? Или это как-то, если в инвентусе? Ну, как, берется, сдаются... Ну, как, точно так же, как Мавроди. И только на государственном уровне. Понятно, что было сказано. То есть, выкачиваются деньги из всей страны. То есть, это же за счет высокого процента. Парализуется вся экономика остальная. Финансовая секция сверхприбыль, которая изымается теми инсайдерами, которые знают, когда это все произойдет. Без потерь это все извлекается. Потом все рушится, все теряют свои сбережения. Но не все. Кто-то и зарабатывает миллиарды долларов из избранных. Спасибо, Ольга Мироновна. Но вот интересен тот факт, что антигерой того самого дефолта, Сергей Кириенко, который в то год возглавлял российское правительство, и, в принципе, был поставлен после Черномырия, видимо, под сам дефолт, то есть, чтобы на него все это дело списать, накинуть сюрпризы, до сих пор остается во власти. Более того, занимает очень крупный пост в администрации президента Российской Федерации, отвечает за внутреннюю политику. И более того, как стало известно, хотя это было, скажем, по закрытым каналам, и вроде как никто наверху это не подтверждал, был удостоен звания героя России из рук президента Путина. Возникает ощущение, что, может быть, все-таки за те самые мартовские псевдовыборы, либо за что-то еще. Вот как вы к этому относитесь? Как говорят, награда нашла своего героя, да и другие, так называемые либералы, которые в 90-е годы проводили вот эту разрушительную социально-экономическую политику катастройки, и сегодня при деньгах, при активах, причинах не входит в так называемую российскую элиту. Вот что вы об этом думаете? Вы знаете, при советской власти, когда произносилась эта фраза «награда нашла своего героя», мы точно знали, что люди это заслужили. Сейчас, очевидно, тоже заслужили, но этого заслужили есть другой знак. Вы мне задали очень сложный вопрос, и вы прекрасно понимаете. Конечно, у нас не бывает таких вопросов в студии. Удивительно, вернее так, не удивительно, а весьма последовательно, и этого следовало ожидать, что герой прошлого времени непременно найдет в себе применение в сегодняшнем дне. Он был выведен за пределы государственной ответственности, скажем, в те годы, в результате которых произошел дефолт, но он не заставил себя ждать. И вот то, что он сейчас руководит внутренней политикой нашей страны, вызывает определенное, по крайней мере, изумление. И не только у меня, у моих друзей, у моих знакомых, у моих коллег на Западе. О дефолте, допустим, в той же самой Германии, во Франции, было известно уже определенно, четко и явно, было уже известно в феврале 1998 года. Я услышала эту тему. Ну, я не экономист, поэтому я не банковский. То есть за рубежом мы уже знали, что в России будет катастрофа. Уже знали, меня предупреждали, мне говорили, фрау профессор, передайте вашим друзьям, что Россию ожидает страшный обвал. Дефолт именно, использовали этот термин. То есть в феврале, в марте на Западе было уже известно. Это говорит о том, что это, естественно, не спонтанно произошедшая история. Естественно, наши олигархи или, скажем так, кандидаты в ОНИ, они вели интенсивную работу, они приезжали за консультациями на Запад, и там есть откуда-то, откуда-то. А вы думаете, кто-то на этом обогатился, кто-то извлек из этого свердохода? У вас это утверждение стоит под знаком вопроса. Ваша точка зрения интересная. Ну что вы, ну это же очевидно. Страна обнищала колоссальные разрывы между, ну, знаете, это уже хистоматийное утверждение, расслоение общества достигло недопустимого, скандального уровня. Понятно, спасибо большое. Варнар Иванович, что вы скажете про, собственно говоря, дефолт, про фигуру Сергея Кириенко и про то, как награда нашла своего героя с повседу 20 лет? Ну, я бы хотел вначале начать ответ с анализа причин, а потом уже к анализу персонали. Мне представляется, что дефолты, ведь мы не только 20 лет юбилей дефолта, еще ведь 10 лет мирового экономического кризиса. И следует напомнить, что эти кризисы, так посчитать, если с конца 19 века где-то раз в 10 лет соучаются. То есть сами по себе дефолты, сами по себе эти кризисные ситуации, они заложены в той системе, которую традиционно определяют, как капитализм, сегодня посткапитализм. И Маркс, он, в принципе, блестяще это показал. Переход к модели деньги-товар, деньги-штейх, когда в итоге денежная масса отрывается от реальной экономики, по-любому здесь надувание пузыря, по-любому здесь строительство пирамиды, по-любому здесь будет кризис. И вопрос весь заключается в том, а кто будет жертвой этого кризиса. И это системное основание этих кризисов, этих дефолтов. Есть подсчет. С 1946 года по настоящее время в мире случилось порядка 180 различных дефолтов той или иной степени тяжести. То есть сама система условно-капиталистическая продуцирует этого. Но включается второй фактор. Фактор политический. И там ведь очень интересное было, начали уже коллеги говорить, с траншем МВФ, пропавшим, недошедшим. Потом, когда все это дело началось, отказались давать новый транш. То есть наши как бы западные коллеги, они подталкивали вот эту ситуацию. И здесь появляется интересант политический. России, чтобы поскорее завершить то, чтобы выйти в новое столетие уже без того феномена, который называется как Россия. Но это эти составляющие, естественно, наши олигархи. Конечно, и Гайдар, и Чубайс. Об этом много говорилось. Были интересантами в этой системе, системе ГКО. У каждого был свой, соответственно, интерес. И, конечно, фигура Киаенко тут важна не столько персоналий. Важно то, что вот это как бы идеологическое системное основание кооптации кадров. Кадр ведь кооптируется под определенную идеологию, под определенную систему. Она оказалась неизменной. Те же самые либеральные стеотипы, те же самые монетаистские иллюзии. Все по большому счету то же самое. И по эту парадигму идеологическую подбирают соответствующие кадры, и в том числе данные персонали. Павел Искандерович, мы уже плавно подошли к тем псевдодостижениям, которые были достигнуты в 90-е годы благодаря Ельцину и его команде премьер-министров. Помимо дефолта здесь, конечно же, и кредитно-залоговый акционы, и ваучерная приватизация, и разного рода такие корпоративные схемы типа МММ, фон Чара, Тибет, Властелин и прочее. Но вот несколько лет назад, еще когда главой счетной палаты был Сергей Степашин, как-то в таком политическом медийном тренде были разговоры, пересмотры итогов приватизации. Но потом они постепенно сошли на вет. И вот это ограбление века, примеров, которым, наверное, в мире практически нигде нет в таком масштабе, так и остались нерасследованными. Сегодня, я думаю, с этими цифрами согласитесь, что 1% населения России контролирует 75% всех финансовых активов и собственности. Вот как вы думаете, надо ли разбираться с этим делом, или же все-таки простить, понять и отпустить, и к этому вопросу больше не возвращаться? Ну, сначала я вот про персонали. Вот дефолт же это не происходит одномоментно. Я вот сначала первую часть. А происходит это же в августе, а уже в феврале было известно, что произойдет, то если уж говорить, кто первый виноват, то, конечно, премьер-министр Черномыргин, его вице-премьеры Чубайс, его советник Немцов говорил, что он не знал. Но Немцов тоже был первым вице-премьером. И советник Гайдар. Вот эти люди, они создали эту систему и их советники. Теперь возьмем, к чему мы шли. Вот это залоговые аукционы, это все, что 90-е годы. Ну, вот давайте сейчас посмотрим, возможно ли пересмотр. Вообще, возможно. Нужно ли это делать, не знаю. Но как исправить? То есть, что такое залог? Значит, поменять собственников. То есть, надо взять одних собственников, передать другим собственникам. Но начинайте с следующего, ребята. Вы получили бесплатную собственность. Она генерирует вам прибыль. Посчитайте наложенную прибыль, которую они заложили из этого дела. Вывоз капитала сделать. Вот вам налоги. Вот сделать через налоговую систему. Можете, не можете. Ограничение вывоза капитала. То есть, сделать то, что нормально, хотя бы цивилизованным способом того, чтобы уже систему управления сильно не нарушая, потому что, как только он начнет выбирать собственность, возникают опять сверхкатаклизмы. Тем более, всего лишь возглавляют. Олигархические воли, потрясения. Потрясения. Но для этого должно быть сильное государство. Должна быть государственная воля. Должна быть министр финансов не собирать деньги с пенсионеров и давать обратно пенсионерам. А это из более молодых, другим, более пожилым пенсионерам. А подумать, а как взяться оттуда. Второе. Министр финансов не должен был прощать эти 10% скачок ценно-топиногенетический ресурс на бензин. А забрать это сверхприбыль и вернуть в бюджет. И все, что накапливалось, это все вернуть в бюджет. И причем это прозрачно делать. Сколько взялось, сколько... И дальше посмотреть, как компенсировать через облигации, для всего народа. Как компенсировать то, что собиралось и сделалось на этих государственных теперь приватизационных предприятиях. и продумать очень прозрачную, ясную систему возврата средств из вот этих государственных собственностей. Я сейчас к вам вернусь. Сейчас к вам вернемся буквально коротко. Наши уважаемые гости, потому что, думаю, нашим телезрителям интересно, что пойдет у всех наших гостей. Без объяснения, просто коротко. Вы думаете, нужно провести деприватизацию, пересмотр итогов тех, разобраться с тем криминалом и с теми олигархами, которые забрали незаконным путем собственность. Или все-таки не надо это делать? Ольга Мироновна, как вы считаете? Я целиком и полностью согласна с предыдущим оратором, как это принято говорить. Реки крови гарантированы, если мы пойдем, вот тем самым путем разрушим, вернем и так далее. Есть действительно абсолютно... Кому возвращать? Да, кому возвращать. И потом есть совершенно цивилизованные инструменты. Налоговая система. Понятно. Поднять прогрессивный налог. Спасибо. И налог на прибыль. Спасибо. Андрей Павлович, вы как считаете, что делать? Я тут не соглашусь, потому что я считаю, что министр финансов отражает мнение тех, кто его назначил. А назначили его олигархи. Поэтому если не убрать этих олигархов, то будет точно такой же министр финансовый средств. И сколько ни меня, это все равно будет одно и то же. В наш карман будут залезать. Вмучат пенсионеров, инвалидов, кого угодно, или каких-то людей на личных посолах хозяйства, но никогда не тронут крупных собственностей. А расследование нужно провести и пересмотреть? Расследование по многих случаях невозможно, потому что есть уже что-то возвращено. Это Роснефть, Газпром, множество того, что уже за это заплачено. Это другой вопрос. Зачем заплачено? Сколько заплачено? Но, тем не менее, это уже государственные предприятия. Спасибо большое. А другие, вполне может, я не вижу рек крови. Какие-то реки крови пролились бы, если бы сейчас Дерипаску отстранили бы от управления русалом. Кстати, сразу бы снялись бы санкции автоматически. Ему не надо было бы оказывать никакую помощь. Ему, чтобы он яхты содержал. И любовницы там где-то на западе. Не нужно было бы ему миллиарды долларов давать. Представляете? За Чубаса, за одну сотню Форкса бы люди не вышли, вы считаете? Ну, вот сейчас, вот, взяли бы, приняли решение автоматически, Дерипаску отстранить все, национализировать русал. Не было бы санкций вообще никаких, потому что вы против государственных компаний. А что вы скажете? Я бы не говорил о процессе приватизации в прошлом времени. Что это было в 90-е годы, и это прошло. Это процесс, который продолжается сегодня. Есть любые стратегические документы, где приватизация входит, как бы, в стратегемы дальнейшего развития. И что такое, по сути, своя приватизация? Это одна из форм, как бы, первоначального накопления капитала. В России она была проведена так, политической акцией. Это, как бы, распил государственной собственности. И этот распил государственной собственности, он не закончился в 90-е годы. Он продолжается и сегодня. Вот эта вот модель продолжающегося распила, она ведет это самопоедание государства, она, по большому счету, ведет к самоликвидации. Необходим, конечно, поворот. Необходимо, как минимум, сказать, что в основе всего этого лежит неправедное некое действие. Я не уверен, там стоит ли сажать, привлекать, но сказать, что это неприемлемо для нашего государства, что в основе этого некое лежит преступление, и без этого поворота самопоедание продолжается. А те, к чему, которые подписывали документы, можно и привлечь, собственно говоря. А какой же Данка обратится к обществу с такой идеей? Давайте сейчас послушаем, как в 2001 году обосновывал необходимость приватизации главный приватизатор России Анатолий Чубайс. Посмотрим фрагмент его интервью. Что такое приватизация для нормального западного профессора? Для какого-нибудь Джеффри Сакса, который пять раз менял свою позицию по этому поводу и докатился в итоге до того, что нужно отменить приватизацию и начать все заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы, переданные государству в частную руку. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый появившийся честный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным баучером выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно так же, каждым следующим шагом мы делились ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решила совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда уж, тем более на Западе. Она решила главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Как раз на Западе это очень хорошо понимание. Давайте прокомментируем сказанное Чубайсом. Четко было сказано, что приватизация носила не экономические, а политические, идеологические, смысловые характеристики. Это была задача – вбить последний гвоздь в крышку коммунизма. Что вы можете про это сказать? Что это за такой погром государственности? Во-первых, это ложь сначала до конца. Он с невинным видом говорит страшные вещи. О том, что готовилось и как готовилось, и сколько десятилетий готовились к разрушению Советского Союза. Вы знаете, тут не надо кокетничать. Это было совершенно очевидно. И он успешно сыграл роль того подручного, того палача или ученика палача. Он сделал все возможное. Я вам, знаете, сейчас приведу какую-то сцену. Она, может быть, не имеет прямого отношения к нашей беседе, но она характеризует отношение народа к Чубайсу. Новая опера. Концерт, посвященный Плесецкой. Впереди перед нами Сан Санычем за два ряда сидит Чубайс. Он окружен... То есть сидят какие-то люди рядом. Он встает, и вокруг него возникает какая-то, как вам сказать, лакуна, пустота. Хотя в зале присутствовали люди, вполне отвечающие его уровню. А вот реакция общества, это, знаете, как говорится, это зарисовка. Буат Скандорович, как прокомментировать можете? Ну, вы знаете, как он убежден. Так он с изменой, что ли? Он говорит, убежден. Нет, он убежден в своей правоте. Он говорит о том, что коммунизм и та система, это очень враждебная и неправильная, враждебная. И ее надо разрушить. Потому что она несет для нашего народа, для нашей цивилизации, несло и несет гибель. И дальше он говорит революционные вещи. Давайте разрушим до основания, а затем. Вот он до основания все, что делалось и его родителями тоже. И его дедами тоже. И моими родителями, и моими дедами. И все это взял, разрушили. К сожалению, система оказалась слабой, что она не выдавила такие ложные идеи. Это ложные идеи были. И эту систему ему удалось разрушить. Дальше посмотрим. Он же говорил о механизме. Он разрушил одну систему, построил. А что мы получили взамен? Вот что получили взамен? Вам говорю, что если взять с 1991 года, до сегодняшнего года, посмотрев сверхсмертность, относительно смертности, которая была в 1991-1990 году, 80-90 год Российской Федерации, и теперь взять 1991 и 2015 год, получили примерно плюс 12 миллионов человек. Плюс 12 миллионов человек. Умерли или не родились? Умерли. Это только умерли. Плюс 7 миллионов нерожденных. Ну, вот такая вещь. Женщин 1978-1988 года в два раза больше девочек, или сейчас молодых женщин, 1993-2003 года. Поэтому у нас демографическая яма. Там мне говорят, что это наложилось еще с Второй мировой войны. Вот это такая глубина ямы, только когда прошла по нашему народу, что это не Второй мировой войны. Спасибо. Это вот одна вещь. Вторая вещь. Мы с 1991 года по 1998 год, наш воловой внутренний продукт упал в два раза. В истории нашей страны в два раза ВВП упало только между 22 июнем и декабрем 1941 года. Тоже в два раза. Там мы потеряли 40% территории. И потом усилиями всего народа, всех, и руководителей, и огромными жертвами вернули. Вот вам результат вот той вот... То есть, Ельцин, Гайдар и Чубайс по масштабам разрушения экономики и социальной сферы сопоставимы... Сопоставимы. Тем, что сделал Гитлер с... Нет, от войны. Вы понимаете, мы там потеряли 26 миллионов, но дальше быстро возродились. А сегодня мы... Вот еще одна вещь. Да, мы с 1998 года по 1998 год вернули на 70%. Почти вернули наш ВВП 1991 года. Но 10 лет, идя вот по этой... За счет дорогой нефти, 10 лет у нас нет роста экономики. У нас есть и взять в 2008-2018-2017 год, коэффициент этого роста нет. Ноль. И это все, это экономика. Спасибо, давайте мы чуть-чуть сейчас вернемся, еще об этом поговорим. Андрей Павлович, ну вот, мне кажется, очень интересные вещи говорит Чубайс, который тянет на самом деле на статью Уголовного кодекса. Он говорит, что ради борьбы с коммунизмом, ради этой великой, с точки зрения, цели, любые методы хороши. Можно использовать любые преступления против общества. В том числе и абсолютное принадлежение к конституции, собственно, ко всему своду законов, к реальной экономике, к интересам простых людей. Вам не кажется, что этот дух борьбы с коммунизмом сегодня определяет действия правящей, так скажем, офшорно-олигархической власти и этих псевдолибералов? Или они просто прикрываются антикоммунизмом, чтобы скрыть свою некомпетентность, профнепригодность, воровство, коррупцию? Я сомневаюсь, что они борются с коммунизмом. Они просто воруют и борются со своим народом, просто чтобы он не мешал воровать. А народу за коммунизм. А там уже, как они там и называют, это коммунизмом или еще чем-нибудь. Это уже детали. Что-нибудь другое могли бы придумать, если бы коммунизма не было. Но что касается Чубайса, он в другом своем выступлении сказал, что ему не хватает наглости. Помните? Но этим выступлением, мне кажется, он явная проверка. Он маска выбил, не кажется, но так у нас слабо. Так что с наглостью похоже все в порядке. Потому что человек по любому поводу, что они сказали, любое высказывание, это ложь. Нет ни слова правды. Приватизацию можно было провести совсем по-другому. И было огромное количество возможностей. Я даже не буду сейчас об этом говорить, потому что два часа не хватит объяснить, что он налгал в короткий этот отрывок. Поэтому были все возможности сделать нормально. А то, что они сделали жульническим образом, это сделали исключительно в интересах определенной группировки. Запада, безусловно, и их приспешников здесь. Вот Булат Искандаревич сравнивал с Великой Отечественной войны. Говорит, там мы восстановились, а тут мы никак не можем восстановиться. Так мы бы там тоже. Представьте, они бы заняли 40% территории и продолжали бы там находиться. Еще лет 25. Это похоже. Вряд ли бы восстановились. В данном случае здесь произошло следующее. Они заняли и они не уходят. Варан Росович, продолжим эту тему. Борьба с коммунизмом, вот этим псевдо-каким-то великой ширмой прикрывались многие преступники. Там были, собственно говоря, и власовцы в годы Великой Отечественной войны, и белогвардейцы, которые поддержали настранных интервентов и либералов в 90-е годы. Ну и сегодня вроде как тоже дальнейший план приватизации нужно, конечно, не прикрывать открыто, чтобы красная гидра не вернулась. Но вроде как надо еще больше рынка, больше частной собственности, надо раздать все лакомые куски в правильные руки. Как можно объяснить эту закономерность? Вообще, конечно, прекрасное признание Чубайса. Ведь по большому счету, что он сказал, что не экономической целесообразностью определялись ай-формы. Ай-формы определялись, по большому счету, борьба в мире идет за ценности. Значит, он не принимает, и соответствующего группы не принимает ценности коммунизма. Об этом он и ведет речь. Но я думаю, что Чубайс здесь не договаривает. Есть определенная еще и логическая как бы последовательность в этом рассуждении. А почему не принимает ценности коммунизма? Чубайс ссылается на Джеффри Сакса. У Джеффри Сакса в конце 90-х годов были такие слова. Мы положили больного Россию на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась иная анатомия. Признается Сакс. Он говорит, что у России иная анатомия. Он как бы эксперт, аналитик, пришел к выводу, но не подходит вот этот инструментай. Чубайс в этом рассказе. Да, у нее другая анатомия. Но мы проведем как бы эти приватизационные меры, проведем эти ай-формы, потому что вопрос-то даже не о коммунизме. Вопрос, называя свои вещи именами, это называется русофобия. Неважно, выживет ли этот организм, главное забрать органы на продажу. Русофобия. Это группа, русофобская группа, сформировалась давно, а она продуцируется, и вот 90-е годы эта русофобия пришла к власти. Ведь была прекрасная работа в свое время Бердяева «Истоки смысл русского коммунизма», где Бердяев говорил, что русский коммунизм не с Маркса начался, а что это традиционная, естественная форма самоорганизации цивилизационного бытия России. Вот против этой цивилизации собственно и велась борьба. Я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходил на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Кто, по вашему мнению, был лучшим председателем правительства Российской Федерации в конце 90-х годов? 3% наших телезрителей считают, что это был Черномырдин, 2% считают лучшим Сергея Кириенко, 91% отдали свой голос Примакову, 4% Владимиру Путину. С вашей точки зрения, кто был лучшим? Кто показал себя более профессионально и импетентным? Во-первых, Владимир Путин в 90-х годах не был. В 99-м году он был. В 99-м году он был. Да, он мог говорить о нем, что он был номинальный премьер-министр, там другие рулили, но премьер-министр он несет историческую ответственность вместе с Ельциным за то, что произошло в нашей стране. И там менялись и директора центральных банков, министр финансов и так далее. Но ведь с его молчаливого согласия назначались, или с его согласия назначались, с его согласия назначались эти министры. Поэтому сравнивать Кириен, который был 3 месяца, Примаков, который был 8 месяцев. Примакова, Черномырдина. Все-таки почему именно лево-центрическому правительству Примакова и Черномырдина разбивали завалы в сети. И вот все то, что творилось, вот мне как директор института, тогда поражало. Нахрена такое количество, такой резкая цена на энергоносители? Убивало в любое действие. Налоги и энергоносители. Тогда еще и живых денег не было. То есть вся наша система вообще была парализована. Все похоже сегодня. Только деньги есть, но цена на энергоносители опять безумно растут. Налоги опять растут. И у основной массы народа нету доходов. То есть, у нас идет политический аспект рассмотрим. Поэтому, конечно, то, что сделал Примаков, совершенно разумные вещи. Они пришли и заморозили цена на энергоносители. Сразу. На следующий день. Вот дефолт прошел, и сразу доллар в 4 раза скакнул, а инфляция огромная, а цена на энергоносители несколько лет была заморожена. Одна из причин, почему мы скакнули в экономике, это было вот это. Вот это. Спасибо, Варан Иванович. Что дополнить можете? Почему именно Левоцентр? В 99-м году рост ВВП 11%. Да, за полгода вывели страну из кризиса. Даже еще Международный фонд не ожидал. Перед этим обвалился. Почему именно Левоцентриско, Примакова, Маслякова и Тераченко разгребали эти завалы, эту катастрофу? Конечно, линия Черномырдин, Киаенко, потом и Путин в конце 90-х годов, это единая либеральная линия. Политика, я бы не говорил только о фигуре Примакова. Там была очень интересная фигура, например, бывшего главы Госплана Маслякова. Это действительно был курс в прямо противоположную сторону от того либерального курса, который показал свою несостоятельность, который ввел страну к катастрофе. Стоило провести, вернуться к некоторым мерам оригулирования. Оригулирование рынка, повышение роли государства, ставка не на банковские капиталы, на реальный сектор экономики, а оригулирование цен. На лекарства установили запрет повышать цены на лекарства. Стоило ввести эти меры. И без транши МВФ буквально за кратчайший срок случилось, на тот момент многие политические эксперты все говорили. Сорос выступал в 1998 году. Смысл такой, что все, с Россией покончено. Россия распадается так же, как распался Советский Союз. Значит, новая чеченская кампания уже по сути готовилась, политическое наступление, готовилось расширение НАТО на восток. Полагалось, наверное, что все поставят точку. За кратчайший срок. За результаты этих мер удалось ситуацию... А вот обязательно продажа экспортно-валютной выручки, с обозначением экономики деньгами, выиграть скрицание платежей. Это были очень важные меры, которые... Принципиально важные меры, которые шли в разы с прежним либеральным курсом. Но самое удивительное, ведь эти меры вступали в противоречие с системой. Либо надо было менять систему, либо система должна была пожрать этих примаков. Самое успешное правительство, потому что если проводить дальше вот тот курс, который они проводили, ну, в общем-то, по большому счету, надо возвращаться к той самой модели, как бы, может быть, с какой-то модернизацией, от которой отказались 90-91 год. Спасибо большое, Андрей Павлович. Но я помню, что было еще у Примакова заявление по поводу того, что олигархам дает бой, идет разворот от этого курса на олигархизацию страны. Я так понимаю, все-таки то, что Примакова и Маслякова не стало в 90-м году как фигур, ну, я имею в виду, как, если убрали с правительства, а потом не дали пойти уже дальше, это кто нанес этот удар, в чьих интересах? Ну, естественно, было столкновение между олигархической группировкой, условно назовем семейной группировкой, которую хотела поставить у власти своих людей, и группой Примакова, поддерживаемой московской группой и так далее. Ну, все это знают, наверное, поэтому нет необходимости подробно останавливаться на этом. Естественно, те меры, которые предлагаются, они действительно расходились с предыдущими. Хотя я не стал бы, в общем, как Влад Искадальевич, все валить на Черномырдина. Если бы не было Черномырдина, было бы гораздо хуже. Гораздо, может быть, хуже. Можем, могло быть хуже. Если бы оставался с 92-го года Гайдар, вы просто забываете, кого сменил. Ну, Гайдар, Гайдар. Говорит, так он мог оставаться и дальше. Ну, он прикрывал это все. Был просто прикрытие. Попрошу к правительству народного доверия Примакова, Маслюкова и Гераченко. Давайте, вот Ольга Мироновна, с вашей точки зрения, неужели эта вот олигархическая гидра так испугалась, так напугалась, что пришлось какие-то другие варианты, то есть не совсем уж семейных, там, семейного клана кого-то, но там появился Владимир Путин на небосклоне, там он стал премьер-министром, вроде как некая компромиссная фигура, да. Там Степашин, соответственно, перед ним, а потом Владимир Путин, премьер-министр. Вот что произошло, как вы считаете, в этот период? Знаете, как бы они не поливали грязью и не придавали анафеме идею коммунизма, тем не менее, они все читали Ленина. И они действовали по принципу шаг вперед, два шага назад. Они использовали вот эти методы, они использовали вот этот подход, меняя стратегему своего поведения. Это не значит, что они уступали каким-то прогрессивным силам, это не значит, что они боролись, пытаясь доказать народу, что они хотят каких-то улучшений, вовсе нет. Они просто менялась методика, менялась методология, скажем, вхождение во власть, извлечение максимальной прибыли, недопустимой прибыли из той ситуации, которая складывалась в стране. Возвращаясь к приватизации, могу сказать, что она носила, знаете, такой ползучий характер. Она никогда не прекращалась, я целиком и полностью соглашаюсь со всеми уважаемыми участниками нашей дискуссии. И я хотела бы предложить следующее. 29 октября этого года будут проходить очередные земновеские чтения. И эти чтения имеют уже название. Конец коммунизма, конец капитализма, а что дальше? Мы могли бы эту тему продолжить там. Вардан Анастасович, в свое время Совет Федерации принял постановление, в котором заявил, что непосредственных авторов дефолта на пущенный выстав нельзя подопускать к власти, к государственным должностям и к управлению бюджетными потоками. Как видим, дела обстоят дементрально противоположным образом в сегодняшней России. Прежняя политика выдаивания досуха народа продолжается через повышение пенсионного возраста, повышение налога на добычу полезных ископаемых, НДС, отмена социальных льгот и прочее. Как этому можно противостоять? Как убрать вот это наследие годароско-чубайских времен из власти, и убрать их от власти, которые прикрываются до сих пор антикоммунизмом? Понятно, что кадровая политика всегда во все времена осуществлялась под определенную модель. Хорошо, была бы персоналия не Чубайса, Киенко, как бы называемая какой-то другой фамилией. Но суть, поскольку система формировалась таким образом, это не вопрос единичных людей. Это вопрос системной заданности соответствующих кадров. Кадры принимаются такие, которые соответствуют, адаптируются этой модели. И понятно, что надо менять модель. А что в основе смены этой модели? И по большому счету, возвращаясь к вопросу, а почему-то начался дефолт в сущности со своей? Почему вообще эти дефолты, кризисы происходят? Потому что спекулятивная модель экономики. Возвращение к модели экономики труда. Надо, вопреки всем этим версиям, разговорам, о цифровой экономике, постиндусториальной, еще всякой сказать четкой. И понятно, что любая экономика в конечном итоге в основе на труде. И, соответственно, и кадры, те, которые готовы работать с трудовой экономикой, с этой моделью организации. И у нас с этим сегодня все хорошо или плохо? Коротко. У нас этой модели просто нет. И такой задачи просто не стоит. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я хотел бы попросить наших, уважаемых гостей, ответить на заключительные вопросы нашего разговора. Вот все-таки, Балдас Кондерович, с вас мы начнем. Почему сегодняшняя власть извлекла уроки из дефолта 20-летней давности? Понимают, что курс на еще большую дойку населения и бизнеса, на кормление олигархов, может привести к очередному дефолту, пускай в скрытой форме, там, черешоковой девальвации, секвестре бюджета и далее, далее. Ну, конечно, извлекла. Вы видите, что у нас всякие фонды собираются, всякие заначки делаются, чтобы удержать систему резервы почти на два года федерального бюджета. Все это извлечено. А второе, извлекли, что, в общем-то, делаются не так, как это было голое обещание. Помните, Ельцин говорил, что Ельцин ляжет, если что-то там не произойдет. Не лег. И сегодня мы видим, что и президент сегодня объявил в Майских указах вполне разумную программу, которая связана с и демографией, и снижением бедности, и прочее, прочее. Но я еще раз говорю, что эта программа не будет выполнена, потому что первое же действие правительства, которое сегодня делает с пенсионной реформы, с повышением цены на нефть. И мы видим результат. У нас нет роста экономики. И нет снижения бедности. Спасибо, спасибо большое. Ольга Мироновна, что вы можете добавить? У меня создается... Уроки извлечены? Да, извлечены. Но можно извлечь и можно извлечь. Может быть, по результатам этих уроков, руководство нашей страны осознает те ошибки, и то, как вам сказать, проглядели они возможности закручивость гайки еще круче. Спасибо большое. И я рассматриваю наше руководство, руководство правительства нашей страны, как двуликовый Янус. Андрей Павлович, что вы можете сказать? Я не вижу, чтобы какие-то серьезные изменения были. И уроки извлечены. Мне кажется, безграмотная и авантюристическая экономическая политика, все эти сомнительные заначки. Все средства тратятся на закупку валюты и на перевод ее за границу. Зачем-то? Это для какой безопасности? Это статина убирает? Для чего? Для чего 8,5 триллионов предполагается потратить на закупку всей валюты, какая есть, чтобы вывезти ее за границу? И посадить на голодный паек все население? Что тут извлечено? Мне кажется, революционная ситуация просто создается очевидно. Спасибо, Варан Донастович. Есть такое представление, и звучали такие слова, что на кризисах можно заработать. И на кризисах действительно зарабатывают. Кто-то проигрывает, кто-то на кризисах выигрывает. С этой точки зрения есть иллюзия. Наступит ведь какая наиболее благоприятная ситуация, когда стабильная валюта или когда валюта как бы скачкообразно изменяется. Понятно, если есть кто-то знает, что она изменится в ту или другую сторону, тот получает максимальные барыши. Но ведь мы исходим из какой? Российская экономика, хотим мы этого или нет, она встроена в экономику мировую. И если мы говорим, что с 19 века устойчиво идут кризисы, то следует ждать еще очередного большого потайсения. И если основания считать, что на роль жертвы в этом потайсении уже сигналы определенно посылают, планируется рассматривать Семен-Россия. Спасибо большое, дорогие гости, за очень интересный разговор. Ну, напомню, что эфир была программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. Скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин